Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Звучит музыка. 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 Я хотел бы задать вопрос, чтобы мы успокоили всех. Давайте начнем с основного. Мы сегодня рассматриваем один проект или два. Я буду давать вопросы, а вы не их отмечайте. А то когда много вопросов, потом мы все задаваем. У вас голубах нет! Когда вы посмотрите, пожалуйста, этот зрительный ролик с города Москвы, там сказано, что в момент завершения экспозиции для начала публичных слушаний должно пройти неделю. Попробуйте посчитать, как 29-го неделю. Сколько получится? Это раз. Второе. Публичные слушания назначаются на каждом. Они вместе на два. На сайте управы и на сайте администрации города Москвы и объяснят только раз. Так что давайте все-таки примеры, что надо, как вы уже сказали, придерживаться законов по органам СМИ. Это три. Теперь, кто вам сказал, что публичные слушания должны все проводиться только в одном месте? Я представитель градостроительного подразделения в Московской области, так там публичные слушания проходят в каждой деревне, если они затрагивают эту деревню. А здесь на 98 тысяч жителей, которые нам это место сообщили, вы нам предлагаете совмать 100 человек в одной школе в один день по среди майских праздников и поверить в то, что нам давали парковку на 200 мест, и это на 98 тысяч жителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Господа, у меня, конечно, крупный голос, но не нужно и не станет, чтобы дать им возможность человеку услышать ответ. Борис Семенович, значит, по порядку в вашем вопросе было их несколько. Первое, еще раз, градостроительный кодекс регламентирующий проведение публичных слушаний содержит несколько статей. И такие документы в проектах планировки территории регламентируют действительно поведение от момента проведения экспозиции до момента начала собрания должно быть не менее 7 дней. Такой документ, как правила, упользованные из-за строки, утвержденные другим постановлением, 120-м постановлением правительства Москвы, внутри себя определяет несколько другой порядок по внесению измерений в уже действующие утвержденные правила. Для того, чтобы действительно не дезинформировать жителей и не говорить о том, зачем вы в одной и той же территории дважды проводите собрания и обсуждения, эти документы логически между собой связаны, планировочная организация и установление градостроительных регламентов на этой же территории именно для удобства жителей были синхронизированы данные собрания. Законодательство Московской области точно так же придерживается проведения публичной слушаний в отношении территории, на которой рассматривается правильное предложение. Город Москва делится на административные округа и районы. Данное правильное предложение относится только к территории района Северная Углова. Законодательство Московской области, в случае 100% соблюдают. Ротики, 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 р и тех, кто идет экономический зал. Пожалуйста, не зовите, пожалуйста. Вы, пожалуйста, не понимаете, сейчас не прошу, но мы будем продать свою жизнь снизу. Давайте теперь мы пойдем. Вопросы. Вы называете, пожалуйста? Графон. А где вы видите? Передавшись, пожалуйста. А где вы видите? Видите, что вы называете? Ротик! 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 Деревство омливает, чтобы вы защитили штурморозил. Из этих подрешено. Вас вопрос? Вы понимаете, что мы говорим. Приседание перед вопросом простым. Жители будут попросить. Наверняка, если в Девасте человек юридически подкован, либо у вас неизнакомлены, не поверят, что на такой район ни у кого нет таких связей, пожалуйста, помогите в решении конкретного вопроса. Перенос выборов тех, которые повезли. Объявление об этих выборах, я вам скажу, висело не выборочное голосование. Объявление было 29 числа во второй половине дня, когда большинство людей в единичестве в первых за годах отмечают майский праздник. И вы-то впустите. И даже я не могу дать мне сюда, к примеру, прицепить. Мужчина, сядьте, пожалуйста, в сал. Это по-фейсу. Можешь шать, что это происходит, а отмечу, что это значит, что меня ваше. А вы будете, пожалуйста, на руках за сцену. Мы с вами живы, давайте. Насколько есть, я не ошибаюсь. Присядьте в сал. Жилые дома строят в виде квадратов для того, чтобы не смотрели вот такие в окнах. Каким образом вы хотите на проте в дом с 13-го посетителя в адресе гульба Митрия Горького построить бизнес-центр в окнах живых домов? И там даже нет 50 метров между этими двумя стаями. Что вы будете? Готовы с живут. Во втором, на третьем этаже мы с нами хотели бы смотреть в окна бизнес-центра. Вы по какому адресу сами проживаете? Спасибо. Пожалуйста, вы получите возможность ответить. Я хочу передать слово муниципальному депутату Архаровой Горьке Петровне. Добрый вечер, мои друзья. Добрый вечер, жители района. Меня зовут Архарова Горько Петровна. Я муниципальный депутат, депутат района Северного Горького. И хотела бы вам сказать следующее. По поводу того, что сегодня здесь происходит, мне на самом деле очень удивительно. Потому что... Дайте сказать, когда... Вы не избирательные, членов Горького муниципалитета, и за нас за депутатов вы голосовали и выбирали, первый вопрос, который задавал 4-й годы, в этом в нашем районе. Чего еще не хватает в нашем районе? И каждый из вас говорит, что в нашем районе «Воих промышленных раздоровительных комплексов». Нет ни одного дома культуры. Сейчас мы должны построить как из культурно-оздоровительного комплекса. Это прежде всего. И вы прекрасно знаете ситуацию в районе, в котором есть пожилость по данному адресу, где стоит разрушенный котлован, где гуляют дети, заброшенные. И почему-то сейчас. Вы, если количество говорили, что нет, я думаю, что, наверное, просто вы неправильно информированы. Я думаю, что правильно информированы. Поэтому я прежде всего еще раз показать жителям района на самом деле тот проект, который с вашей помощью будет осуществлен в нашем районе. Он позволит... Знаете, вот кричать это проще всего. Правда? Давайте вот для начала посмотрим внимательно на проект, который представлен. И на этом бизнесе речь не идет. Абсолютно. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе, о бассейне. Это прежде всего. Это прежде всего. Я думаю, очень красиво. Абсолютно. Абсолютно. Ум не fashionable, кое-что илось? Абсолютно. Мchau Уважаемый депутат! Очень много места для деятельности, чтобы построить безкультурно-оздоровительные комплексы. Застраивайте все эти заброшенные котлованы, и будут у нас и безкультурные комплексы, и подземные стоянки. А транспортный узел, где будут бомжи, нам не нужен! Давайте я поясню. Кранспортный узел, который вы себе представляете, как парковка съезжающихся автобусов с московской полосы. Этого не будет! Этого не будет! Это совершенно не то, о чем вы думаете! Это не тот транспортный узел! Это увеличение парковочных мест в нашем районе! Это не тот транспортный узел! Это не тот транспортный узел! Прежде всего! Давайте будем говорить конструктивно. Если у нас сейчас с вами не получится диалог, тогда я предлагаю вам сейчас просто нахуй выступить наш с вами диалог спокойно, не нужно кричать. Мужчины, криком вы ничего не решите. Давайте сразу проголосуйте, кто сам, кто будет. Ради! 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 Как вы видите, что должно быть на этом месте? Ради! 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 Уважаемые женицы, предлагаю на этом месте организовать постелы парковки, постелы парковки. Мы сейчас уже много парков. Здесь всегда перекладывающие парковки, которые сейчас есть. И расстроить площадку от северного сияния. Даня нашего бутонского парка. Все! Уважаемые женицы, хотим еще раз повторить, что объект незавершенного строительства, который находится за ограждением на сегодняшний день, это административное здание с подземной парковкой. Мы предлагаем сделать его не административным, а сделать с функционалом дискультурно-оздоровительный комплекс. Если вам не нравится, если вам не нравится, если вам не нравится, если вам не нравится, это административное здание, где будет складываться бизнес-центр. К сожалению, парковку разместить мы не можем. Объясняю. Этот проект, этот объект размещается над тупиковыми тоннелями метрополитена. Он несет с собой технологическую задачу. Он возбуждает. Послушайте меня, послушайте меня. Значит, у нас есть понятие спрытия тоннелей. Этот объект распределяет равномерную нагрузку на тупиковый тоннель и не дает ему передвигаться на поверхность. Этот объект будет построен. Сейчас уже три этажа. Глубина десять метров. Объект представляет собой опасность. Метрополитен крайне заинтересован, чтобы этот объект был достроен. Крайне заинтересован. Это будет сделано при участии метрополитена. Метрополитеном будут выполнять технические условия на проектирование этого объекта. Раз. Метрополитеном будет вестись технический надзор. Метрополитеном будет вестись обследование и мониторинг состояния подземных сооружений. Метрополитен обязуется этот объект мониторить до конца строительства. Нашим интересом этот объект был достроен, а его нынешнее состояние представляло опасность для жителей района. Куплены есть! Я хочу познакомиться с Владимира Федоровна Шерцовой, предоставить проект на сеть обеизменений в правильной земле возле и застройки в отношении документов Невана Митрия Донского. Спасибо большое. Я много времени не займу. Дело в том, что на территории города Москвы действует одно из основополагающих предостроительных документов. Помимо генерального плана, утвержденного законом номер 17 города Москвы, это утвержденное постановлением правительства Москвы номер 120 правила землепользования и застройки. Именно эти правила являются основанием для разработки град документации. На текущий момент установлена территориальная зона, на которой есть индексы размещения многофункционального бизнес-центра. На текущий момент мы предлагаем внести изменения в правила и на данной территориальной зоне установить следующие виды разрешенного использования. 5.1.2. Размещение объектов как строительство в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных областей. 1.2.3.3.0. Размещение объектов предназначенных для оказания населению бытовых услуг, мастерские, ателье, парикмахерские и т.д. 3.4.0. Размещение объектов для оказания гражданам медицинской помощи. Как то стоматологические кабинеты, аптековские, пункты и далее возможно по оказанию не больничной, не амбулаторной, а сопутствующей медицинской помощи. Следующий индекс. 3.6.1. Размещение объектов капитального строительства предназначено для музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров. На этом виде настояли, действительно настояли муниципальные депутаты с тем, что в районе существует большой дефицит культурно-досуговых объектов. И в последующей грантной номинации в обязательстве будет предусмотреть помещение с данным видом. Речь идет именно о том, что я перечислила. Далее, для территориальной номер 2, для территориальной зоны номер 2, где в настоящее время находится парковка, устанавливается вид размещения стояночных мест стоянок парковок. То есть эта парковка будет организованной, плоскослой, это не капитальный объект. На нее установится действительно разрешенный вид, как парковочное пространство, без установления параметров по развитию данной территории. В объекте, который я перечислила с разнообразными видами, устанавливаются параметры. Так то, обращаю ваше внимание, предыдущие параметры были в 4 раза больше. Путем сложной полуторагодовой работы совместно с многими департаментами на текущий момент пытаются установить предельная высота сооружения 20 метров. Плотность со струйки 17 тысяч квадратных метров на гектаре. Хочу сразу пояснить, в среднем по Москве, в среднем, в самых, скажем так, разряженных районах, средняя плотность 25 тысяч. Здесь на территории принимается максимальная семнадцать. Высота данного сооружения снизилась с 75 метров, проведенной сонки, до 20 метров. Поэтому речь идет о среднем марокэтажном, трехэтажном сооружении, который максимально ввести в себя социально ориентированные объекты и спасет лидер Метрополитена от возможных технологических последствий. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, вопрос, касающийся внесения изменений в правила землипользования и застройки. Внесение изменений ПЗЗ. Там работает микрофон? Давайте вот все-таки попробуем задать вопрос относительно внесения изменений в правила землипользования и застройки. Включите, пожалуйста, микрофон, будьте любезны, в порядке, так сказать, время для души. Пожалуйста. Я предлагаю всем, кто делал против. Есть в списке. Остаться на нам и всем проголосовать против. Всем написать свою фамилию. Это сделать! Чтобы мы starting, что у вас будет дальше. И мы должны это сделать. Я хочу напомнить, извините, пожалуйста, чтобы инструкция голосования не предусмотрена. Все ваши эмоции, все ваши пожелания в окружную комиссию, они все будут учтены. Пожалуйста, ваш вопрос касающийся изменений, правила земли пользования застройки. Представьте, пожалуйста, я являюсь общественным советником в Франции. Женщики были бы неплохим, если мы позволим поликлинику, хоккей, детскую поликлинику, хоккей-то комплексы, бассейн или какие-нибудь детско-раздухательные учащие, а не бизнес. Откуда можно деньги качать и качать? Но в инфрации это только телеканал, вы хотите концерпании на рисунок. Вы не учительные земли, не жительные. Прошу вас, пожалуйста, к вашим националам. Включите, пожалуйста, микрофон. Есть возможность вытрекнуть микрофон в кризисе? Включение, пожалуйста. Капитан. Включение, куда мы входим в кризисе? Нет, кто-то нет. Вы можете мне посмотри, я отвечу. Вы решите все вопросы района невозможно. На текущий момент могу вам четко рассказать представителям комитета по архитектуре. На территории района внесено уже в адресную инфляционную программу. Это строительство за счет бюджета города. Суд, поликлиник, больницы на 18-20-й год. Поэтому информация вся в открытом доступе. Что касается данного места, на данном месте нормами невозможно развести детскую поликлинику. Невозможно приводить на решение закона. Поэтому те самые социально значимые виды, которые возможно в данных условиях разместить в ограничении уличной дорожной сети технической зоны метрополитена, мы все предусмотрели. Ждем от вас, опять же, конструктивных предложений, так как двух бассейнов и развлекательного центра, если в данном объекте недостаточно, в том числе и открытого ледовой площадки для тренировок, да. Если этого недостаточно, давайте конструктивно рассмотрим всех параметров, которые сейчас предложены. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, касающийся неправильного внесения изменений правительной пользы и застройки. Есть ли у вас там микрофон? Вы можете его включить, поможем на протяжении этого времени? Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Я живу в полигоне Софья, и я проживаю по адресу 2.215, и живу я на втором этаже, мои окна выходят. На эту сторону у меня один вопрос, который достаточно простой. Есть ли у меня какая-то возможность снизить количество этажей, которые там могут, потому что здание с размером 7-этажный дом, Абсолютно то, что закроет мне все-таки все, и я буду смотреть на стену. У меня есть возможность или нет? Спасибо. У вас возможность такая есть. И мы настаиваем на то, чтобы вы дали свои предложения и замечания. Еще раз повторяю. Мы настаиваем. Следующее. Значит, высотность, которая в сегодняшний день там одобрена, это до 20 метров. Обращаю ваше внимание, что высота... Дайте я вам скажу, я же вас послушал, давайте ответим на вопрос. Высота до 20 метров. Здание многокомплекционального комплекса будет переменной этажности. Переменная этажность будет выполнена в соответствии с визуально вашим фонаризом, который будет согласован с воздухом, архитектурой и результатами инсоляции. Максимальная высота 20 метров над переменной этажностью, с учетом инсоляции без лежащих живых домов. А можно конкретно? Три этажа. Это, еще раз повторяю, это максимальная высота 25 метров до 20 метров. На сегодняшний день эта территория утверждена в 75 метров. Пожалуйста, ваш вопрос. Давайте в этом половине зала. Включите, пожалуйста, этот микрофон. По существу, пожалуйста. Я помню, Наталья Алексеевна, Тимирская, 4-3. Когда открывали станцию метро Команкин-Медонского в 2012 году, уважаемый депутат не дала противник с обедами, когда он приезжал. И она к себе написала все в этом данные, все, абсолютно, и телефон. И сказала, что, Латметь, я ей сказала, что вы хотите задать. Я говорю, почему у нас полторы поликлиники на весь микрорайон? Она мне сказала, ответим. До сих пор отвечают. Поэтому, пято, когда вам говорят, что все будет хорошо, конечно, конечно, все хорошо. Вот на такте, как он не ликвидирует. Вот на все. Так, пожалуйста, ваш вопрос подойдет. Спасибо большое за вопрос. Хочу обратить ваше внимание то, что станция метро Команкин-Медонского открыта в 2002 году. Сергей Семеновича Савианина, к тому времени еще и Маслист, в 2002 году, как Мэра Москвы, 2002 года, в 2003 году, в 2002 году. Команкин Cubchesh. Медовы и 국а шансов-цепардов прошел. Отойдите чуть-чуть по сторонку, просто когда стоите возле близкого звонковой руки, микрофон, она начинает звать. Включите, пожалуйста, правый микрофон. Здравствуйте, я не знаю, мы проживаем в основных городах. Вот у меня такой вопрос возник. Вы видите, какое количество людей на какой процент против? Какой-то анонс вызван этот вопрос. Почему? Вот у меня вопрос. Вы, как-то, уроков, да, там, бибельтура, рассматривайте другие варианты. Локацию в другом, в другом районе. Почему именно Северный Дамикутр? Почему такие маленькие районы, где и так развернуться, нет? У нас есть лесопарк, у нас строится, там нет окружения, и мы решим и решим и так далее. Мы не решили нашу большую покрыту, а мы не решили, чтобы это было не так, чтобы это было не так. Хорошо, а если вы так заботитесь о нас, а если вы так заботитесь о нас, да, ну, поскруйте тогда, вот, не дуготворец, спортзал. Ну, без спортзала, без спортзала. А то вы прячете, понимаете, за вот этими вот спортивными залами свой вокзал. А потом, да, Вадима, почему именно здесь, ну, если в той неделе бросит? Ну, неужели тут мало места? Да, что вы так виноваты, я не отвечу. Включите подавку и в планку, а если в сад which не расплана на экран, вылетите в ней подавку. Начинаем. Начинаем с самого начала. Основание для реализации трансприсадочного узла на территории бульвара Митрия Москова является 413-е постановление правительства Москвы. Соответственно, с этим постановлением, дайте мне договорить, я же слушал, пожалуйста. Соответственно, с этим постановлением Московский метрополитен является ответственным исполнителем за реализацию этого проекта проявки. Границы проекта планировки территории утверждены мостом архитектуры, и мы их придумали, и метрополитен. Задача наша первая, сделать пересадку, это наша очередь на территории, сделать пересадку первая, удобной, безопасной транспорта для жителей. Границы, я покажу себе устройство на перехвате. На перехвате еще в парковке сделать плату устройства, вот примерная концепция. Я буду сказать, что такое будет по результату перехвата еще в парковке. Обращаю ваше внимание, что никаких автостанций, я уже говорил об этом неоднократно, на территории ТПУ не предусмотрено. Поверните, пожалуйста, один план на место. Никаких вокзалов на территории ТПУ не предусмотрено. Ни одного квадратного метра ни в капитальном объекте, ни в плоскостном. Погонка плоскостная для жителей, она бесплатная. Это не вокзал, не автостанция. Пригородные маршруты, мы их выбираем, мы запрещаем отстой. Пригородных маршрутов отстой в пригородного транспорта должен числяться в Московской области. Здесь зона ожидания для пригородного маршрута. Что мы делаем с этим проектом? Мы организовываем большую зону в Гульмарах. Мы предусматриваем на них благоустройство максимальное зеленение. Вы мне сейчас скажете, что два года назад у нас было благоустройство. Проект начнет реализовываться благоустройство весной 2020 года. Работа по благоустройству приступит весной 2020 года. Это не значит, что мы закатаем завтра, катком весь бульар начнут строить заново. Мы, естественно, оставим то, что уже сделано. Добавим озеленение, газоны, лавочки. Малой архитектурной формы. Следующее, что мы делаем, верните к гербам, глядите. Мы делаем удобную пересадку с метрополитеном на зеленый транспорт. На счет чего? Мы организовываем выходами из метро навесы. Кто-то говорил, что у нас в навесах будет коммерческий объект торговли. Ни одного квадратного метра навесов под торговлю не выделено. Ни одного. Это не капитальные объекты. Но вся эта территория остается в существующем положении. На сегодняшний день на территории общего пользования под подустройство. Мы увеличиваем на примерно 1 гектар баланс природных и отселенных территорий в районе. Следующее, мне сказали, что у нас на 200 машиномест мы увеличим парковку. Мы решим проблему с, во-первых, первое, 200 машиномест, третье, на этой 20-й парковке. Второе, многофункциональный комплекс 300 машиномест, профессионал 100 машиномест. Третье, увеличиваем на 147 машиномест. Увеличиваем количество машинометров в парковочных торговлях на 147 машиномест. Всего проекта предусмотрено увеличение парковочных мер на 646 машинометров. На четвергий минут это не очень-очень-очень-очень. Основанием для разработки проекта Каниловский является на основании правительства Москвы 417-5. Бук Московского метрополитета является соответственным исполнителем для реализации данного проекта. Спасибо. Продолжение следует... Транспортно-пересадочный узел по своей логистике это действительно увязать в разные виды транспорта и пешеходные потоки в логическую, понятную, комфортную сеть. Всего по остановлению 286 территорий. Другой углу от Милия Донскова 1 из 280 жилки. Пожалуйста, ваш вопрос... Ваш вопрос не принесет из меня парензова в оборудовании застройки. Включите, пожалуйста, микрофон и парензовую подробную. Уважаемые господа чиновники, представьтесь, пожалуйста. Мячеслав Апархин, жена Агрина 5, всю свою жизнь. Господа чиновники, вот депутат там стоит женщина, да вы сидите. Ваша самая главная проблема в том, что вы здесь за людей никого не считаете. Сидите там, вы родители. Потому что, знаете почему? Потому что вы рассказываете, что огромные плюсы у вашего проекта, а никто ни хрена не понимает это. Вы нагадали милицию, думаете, что сейчас здесь умудрились в Бутово, район спальный, где ваша Единая Россия побеждает каждые, блин, сколько там, 6 лет. Вы умудрились, чтобы люди пришли здесь митинговали, вас всех ненавидели. Вы объясните людям сначала нормально. Почему-то возле школы 1681, где было бомбоубежище или что-то тоже подземное, там просто сделали красивый парк и никто не приходил. Знаете почему? Потому что сделали для людей. А здесь вы хотите сделать фок, бассейн, лед, коней пустить. Самое главное у вас даже на проекте, на этом огромном торговом центре висят большие баннеры, там лакост, еще какая-то херня рекламная. Вот самое главное, что у вас там висит. Обсуждаем ваши вопросы. Спасибо большое. На самом деле ту лексику, которую вы употребляете, мы тоже не знаем. Проект не хуже классики. Ваше мнение было? Ваше мнение было? Что ж там? Или как? А, улика, просто. А, пожалуйста. Добрый день. Глава управы района Северная Кутова, Захар Прегенер. Я вас тоже очень люблю. Значит, я, конечно, жителей знаю достаточно хорошо из-за Сохи. Какой ключик? Изучили. Проблематика нет. И здесь мы часто приведем, певать не надо, пожалуйста, будьте любезны. Значит, и всю свою бытность работы, всю свою бытность работы, я постоянно принимаю обращение граждан по поводу приведения в порядок данной территории и доведения ее до логического конца. Что хотела рассказать вам про парк? Да, парк на Лужбом, но это творогая территория, а это общественное пространство. Поэтому и проводят публичные слушания, чтобы довести до вас проект, показать и выслушать. Есть специалисты, которые проводят эту процедуру. И я считаю, что в зале нужно уважительно относиться к людям, которые вам доводят информацию. Это раз. Во-вторых, при регистрации здесь не жителей района достаточного количества. Поэтому посмотрите друг на друга и будьте внимательны воспринимать ту информацию. Вы делаете определенный выбор в своей жизни. Дальше, что такое ТПУ? Оно вас очень-очень пугает. Транспортно-пересадок. Он у нас сейчас такой. У нас сейчас Галапс. И нет. Он у нас сейчас такой, еще раз говорю. У нас транспортно... Еще раз говорю. Вы... Общественное транспортовое метро. Мы сейчас не разговариваем о том, что мы будем делать, конкретно в моем случае. Я вам рассказываю, что такое ТПУ. Вы все-таки... Вас это название пугает, вы не слышите. Он у нас сейчас существует в этих границах. Кричать не надо. Я все равно не слышу, что вы говорите. А какой проговорит с вами потом? Какие вопросы у телефона? Сейчас занята полоса. Выстраивается транспорт пригородный, который нам в таком объеме совершенно не нужен. Нам бы самим со своим потоком почти 100-тысячного района справиться. Таксисты. Заездные карманы отсутствуют. Наладьте работу микрофона. Значит... И люди... Отсутствие туалетов, блин. Общайшие дворы заполнены машинами приезжих. И это все наши проблемы. Это все наши проблемы. Поэтому концепция направлена на то... Концепция направлена на то, чтобы решить эти проблемы. Эти проблемы будут оборудованы заездные карманы, что выстроит транспорт в определенную линию. Будет выделена линия до транспорта. Вот, пожалуйста, поговорите. Остановочные павильоны, где в дождь и в плохую погоду не хватает укрыться, будут заменены навесами. Вам сейчас все это расскажу. Далее. Будут оборудованы общественные туалеты. Будут приведены в порядок благоустройства. Это будет дополнительно выставлено. Это будет дополнительно выставлено на наше рассмотрение и на согласование с вами. Далее. Это упростит именно движение пересадки, сократит ваше время. Во дворах мы рассматриваем и прорабатываем жители прилегающих дорог, установку шлагбаумов. Готовы вам это помочь сделать, чтобы ликвидировать отстой транспорта в прилегающих дворах. Нужно делать протоколы общего собрания жителей, чтобы нормализовать движение во дворах. Помощь готова оказать. Работаем с прилегающими домами Дмитрия Донского 2.1, Дмитрия Донского 9, Дмитрия Донского 11. Это самые экстренные ситуации Дмитрия Донского 8.6. Ваши председатели, ваши управляющие компании об этой ситуации знают. И этот комплекс мер даст нам возможность справиться и отвезти пригородный транспорт, как частный, так и общественный, с нашего района на пересадочный узел Анина, где и построено благоустройство и в большом количестве парковки. Все те, кто хочет получить дополнительное разъяснение и, может быть, что-то будет непонятно, специалисты будут работать и после процедуры. И мы готовы разъяснять, у нас есть инфогромат в управе. Пожалуйста. Попробуем! 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 Ваши вопросы касающиеся правил несения земной или правил земли полиции застройки. Включите, пожалуйста, правый микрофон. Поближе микрофончик держите, поближе к себе, поближе к нам. Летунок Верикимович, уважаемые жители Северного Бого. Вы прекрасно видите, что мы говорим, но нас чиновники не слышат. И они нас не слышат уже 20 лет. Мы им говорили про эту яму, которая около дома 17-15-13, до сих пор ничего не сделано и там ничего не сделают. Потому что там грунтовые воды толщиной 4-5 метров. И за 20 лет там уже все пришло в такую непонятность, что они ничего не восстановят. Я считаю, что вот такое собрание, где нам даже сказали, что мы здесь и голосовать-то даже не можем. Тогда зачем нас сюда собрали? И в связи с этим я предлагаю создать инициативную группу из жителей Путана, составить письмо в адрес одного человека, который может нас защитить от производства чиновников. Это президенту России написать подробное письмо и отправить, отвезти в приемную президента с изложением всего того, что здесь хотят творить с нашим небольшим районом. Который был, как в недавнем прошлом, был лучшим районом, почти лучшим районом в городе Москве. А теперь его хотят приводить в отстойник и помойку. Мы не должны допустить этого. Просим вашего. Конструктивная инициативная группа, это то, что вполне заходу вполне нужно это сделать. Пожалуйста, включите микрофон с правой стороны. Раз, раз. Ну как я думаю, как я думаю, как я думаю, как я думаю. Да. Включите, пожалуйста, микрофон. Кирсанов Александр Юрьевич. Грина 5. Уважаемые, давайте будем потешены. Да-да, вы услышите, что я говорю, и вы услышите, что нам отвечают. Хотел начать немножко с другого, но здесь было выступление главы управы. И у меня маленький вопрос. Если место общественное, а мы что, не общество? Те, кто здесь живет. Это раз. Второе. Если вы говорите, что в этом торговом комплексе, да, будут и бассейны, и площадки. Это какая нагрузка, да? На сваи. А почему бы действительно вместо этого поликлинику не построить? Она же меньше нагрузки несет. И третье. Вот свой проект там, включите, пожалуйста, на экране, чтобы мы говорили предметно. Вот. А как вы собираетесь вот к этому красному зданию подъезжать? По-моему, только одна улица Грина, которая идет от дома один и сюда. Да. И то это пешком по ней пройти в любое время практически дня и ночи. Быстрее, чем на троллейбусе. А вот теперь я как глава района скажу, ну-ка, там работу микрофона наладьте, чтобы он не пропадал. Вот как вы будете туда подъезжать? Спасибо. Пашутки? Те же. Или вы думаете, что... Вот мне сказали, глава района, да, сказала, что на Анино типа все уйдут. То есть сейчас загородный транспорт едет типа сюда, потому что здесь ничего не построено, а построен он как-то мимо поедет, что ли? Спасибо. Вы на 600 мест, и вот вам как раз, да, вы сказали, что на 600 мест типа вы здесь увеличиваете парковочные места, да? Да, совершенно верно. Вот. А одна Грената это один дом, один подъезд. Да. А там сколько домов многоподъездных? Да. А Путова два. А еще дальше. Эти ваши 600 мест, это вы знаете, непечатно будет сказано, но Гулька иногда чуть побольше делает. Спасибо большое за несколько вопросов. Давайте по порядку, да? Вопрос номер один. На текущий момент та ситуация, которая есть, она плачевная и требует разбирательства. Вопрос номер два. Невозможно транспортную ситуацию на территории города решить одним или несколькими транспортными решениями. На сегодняшний день именно реализация строительства новой уличной дорожной сети, запуск железнодорожного транспорта, развитие радиальных направлений, строительство новых веток и станций метрополитенов. Все это специалистами увязывается в единую сеть, моделируется на специализированном программном обеспечении и позволит увеличить транспортный поток сейчас в расчетных показателях от 15 до 30%. На сегодняшний момент повторюсь, в отношении того, что почему нельзя детскую поликлинику, объясняю, детская поликлиника требует к себе, к размещению другой функциональной зоны, исходя из генплана. Нельзя вводить детей через дороги. Нельзя. Мы не можем новое проектное решение. Что за бред, а? Принимать, чтобы ухудшать ситуацию. И на сегодняшний момент это решение самое сбалансированное, самое разумное. Мы готовы принять конструктивное предложение, чем-то дополнить, что-то исключить. Конструктивное предложение. Поэтому, пожалуйста, в общем-то, вопросы повторяются. Давайте, мы все устали, да, еще поработаем минут 30-40, все отметят свои, все свои положения отметят вопрос на везде, и мы примем к учету. Спасибо. Спасибо. Уважаемые жители, в дополнение по вопросу. Я не дам вам на место, пожалуйста. Значит, остановка общественного транспорта будет предусмотрена перед зданием многофункционального комплекса. Мы здесь углубим заездные карманы для увеличения пропускной способности бульвара Дмитрия Горскова. Въезд и выезд из подземного паркинга будет предусмотрен только с бульвара Дмитрия Горскова. По отдельной полосе, вот желтеньким отмечен, заезды и выезды из подземного паркинга. Никаких заездов с улицы Грина в подземную парковку у нас не предусмотрено. Спасибо. Уважаемые жители и публичные слушатели, мы с вами договорились все-таки придерживаться регламента. У нас решенное предприятие, а это школа. Вопросы так или иначе уже повторяются. Ваше в целом мнение, в большинстве своем, довольно ясно. Если у меня есть предложение завершать наше собрание, я хочу передать слово Александру Сергеевичу Алапшунову. Давайте, да, предлагаю еще полчаса поработать. Давайте попить вопросов с каждой стороны, но таких конкретных уже не повторяющихся. Попить вопросов. Пожалуйста. Включите микрофон, пожалуйста. А-а-а. Раз, да. Да, да. Вот маленькое конструктивное предложение, да, о котором я и забыл сказать в своем выступлении. А почему? Вот то, что мы мечтали все здесь сделать, да, и сделать на лесопарке. Причем там же ведь есть уже прекрасный проект. И там как раз развивается, развивается дорожная структура, там уширяется улица. А то, что вы, извините, вам показали, да, там карманы и все, я вас не про это спрашиваю. К этим карманам, как люди от Варшавского шоссе будут подъезжать, ведь единственная дорога через улицу Грин, которая узкая. Она мертвая. Вот и все. А улица Грин, к сожалению, улица Грин не входит в границу разработки нашего проекта. Второе. Расширение любой улицы требует комплекс мероприятий. От того, что будет расширение улицы Грин, поверьте мне, на дорожную ситуацию это никаким образом не повлияет. Пропри, как у вас были, так они и будут. Поэтому нужно рассматривать территорию, как говорили вам, на дорожном комплексе, а не в границах нашего дуку. Спасибо. Уважаемые соседи, я хотела вам сказать, что я живу недавно, с 17-го года. У меня нет никакого мнения о этом проекте. Я пришла его сформировать. Послушайте, вы не даете. То есть жители, которые против, ведут себя настолько агрессивно, что я вот, я не могу сформировать. За, я против, я, понимаете, даже вопрос не могу задать. Зато я слышу. Зато я слышу выкрики, вы бегали на сцену. Это ваше право, вы считаете? А у меня есть права, послушайте. Или у кого нет никаких прав? Да, очень право. Вообще, теперь у меня вопрос. Вопрос такой. Вы сказали о том, что будут для жителей дополнительные парковочные места. В связи с этим. Как вы будете получать разрешение резидентское? Или как? Что это для жителей это будет, а не для всех, кто закончил. Спасибо. Значит, на сегодняшний день мы с вами говорим о проекте планировки территории. Мы считаем, что наш проект планировки, утвержденный проект планировки, естественно, согласованный с жителями, выступит в катализаторах. Для того, чтобы посмотреть комплекс мероприятий по запрету парковки для транзитного транспорта. С департаментом транспорта необходимо решать вопрос президентских соглашений о территории ТПУ. Как уже говорила Регина Михайловна по поводу закрытия придомовых территорий шлагбаумами. По поводу парковки. 200 машин на место, они будут гарантированно бесплатными. Вот. И весь транзитный транспорт, как уже говорилось ранее, мы не хотим в бульвар Дмитрия Донского, чтобы эта территория притягивала транзитный транспорт. Есть Анина Первая, есть Лесопарковая. На Лесопарковой будет перехватывающая парковка. Милости просим транзитный транспорт парковать свои машины на этих территориях. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, включите микрофон. Добрый вечер. Я житель с этого года, взяла с первого года и живу на бульваре Дмитрия Донского. У нас замечательный метро. У нас это время замечательный метро. Во что его превратить? Вот в аналитики штаба. Что мы имеем? Мы имеем коммерческие автобусы. У нас управы не решают этот вопрос. У нас спят бомжи, грильцы, алкогольники непонятные. У нас мужчины встречают женщин, детей. Ты не можешь приехать после 10. Это уже не безопасно. Почему? У нас управы не решают эти вопросы. Милицию бесполезно вызывают. И вы предлагаете, наверное, еще такое открыть. Карманы заняты, частью, избольщики, стоят у нас подвозь, егойных сервисов. Вернители во что? И мы строим второй такой же. Почему вы не решаете эту проблему? Нельзя припортоваться. Нельзя подъехать. И мы вам предлагаем второй вариант. Я живу на дне улицы. Спасибо. Меня муж встречает. Не надо спасибо. Меня встречает муж. У нас перегоногенная ситуация. У нас с 90-х годов не было такого перегоногена, как сейчас. Полиция скрывает. Отнимаем его в суд. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Спасибо вам огромное. Я вас слышу. Я вас слышу. Услышьте, пожалуйста, и нас. В том-то вся и проблема. Вы не думайте, что мы об этом не слышим и не видим. Все ваши обращения, которые вы пишете, и в управу, и в полицию, и в комитет. Мы все внимательно смотрим. Решайте. На занятию зиму, я не знаю, сколько раз, я сбилась со счета, сколько раз я туда приезжала, специально смотрела. Услышьте, пожалуйста, именно если на данную территорию не разработать град документации, все так и останется. Не имеет права никто без документов реализовываться. На сегодняшний момент мы вам предлагаем данным решением помочь решить все вами озвученные проблемы. Реализация этого проекта в комплексе проекта позволит убрать междугородный транспорт, позволит убрать бомжей, позволит убрать пауз в парковке, позволит владоустроить территорию. Если проект не принять, все останется, как есть сегодня. Так, ваш вопрос. Белый микрофон включите, пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Алексей. Многие меня уже, наверное, сегодня увидели. Вопрос будет краткий. Вы многократно повторили, что вы придерживаетесь правового поля, рекламента и так далее. Вопрос следующий. Тогда, если вы придерживаетесь этого рекламента, почему огромное количество людей так и не получило возможности быть проинформированными и принять участие в данных слушаниях? Это вопрос первый. То есть, с вашей стороны, вы не придерживаетесь, на наш взгляд, данного регламента. Те люди, которые остались сейчас на улице и ушли по домам, они не имеют возможности принять участие в этих слушаниях. Поэтому я предлагаю вам, я предлагаю вам, глава района появилась здесь значительно позже от начала. Мы же простояли полтора часа, пытаясь объяснить, что необходимо учесть количество людей и пропускную способность. Поэтому инициатива в следующем. Перенесите слушания, организуйте по-человечески, видя какой резонанс, какое количество людей. Сделайте форму регистрации нашего несогласия, согласия или наших дополнительных пожеланий в учете, в журнале, с учетом, чтобы люди регистрировали свои письма и уходили не с Филькиной грамотой, что он кому-то отдал что-то, а чтобы это было нормально занесено. Устройте это, раз вы радуете за нас, за нашу общественность и за наши... Алексей, пожалуйста, можно отвечу? Я не буду больше ссылаться на нормативный документ. На сейчас законам все, что вы предлагаете, уже предусмотрено и прописано. Первое. Если вас каким-то образом смущает опросный лист, который можно вот с момента начала регистрации по сию минуту еще и получить, и заполнить, и сдать ответственному секретарю, у вас есть неделя для того, чтобы это написать и отправить в окружную комиссию. Далее законодательством предусмотрено создание согласительных комиссий, если процентное соотношение действительно участников будет значительным. Не бывает такого, что чиновники слепоглухонемые. Мы все слышим. Не бывает. Еще раз. Поэтому создание согласительных комиссий по проектам планировки, уже, в общем-то, устоявшаяся практика в стенах Московской архитектуры постоянно проходит. Именно с инициативной группой, с теми представителями конкретных жилых домов. Вблизи данного проекта проводятся переговоры, предлагаются решения, представляется техническая закрытая документация в масштабах не таких, как представлено на рекламном ролике, а в более подробных, со всеми техническими и технологическими параметрами. Поэтому на сегодня все люди, которые на улице, все абсолютно, они могут зайти, зарегистрироваться, вплоть до текущего момента и еще в течение получаса. Все остальные, пожалуйста, с вашей энергетикой всех своих соседей в течение недели, неделя, пожалуйста, каждое учтем. Пожалуйста, ваш вопрос. Включите, пожалуйста, микрофон. Вот, пожалуйста, пока он не покажет, по какому адресу он проживает. Здравствуйте, Юрх Алексей, Грибин-17. Такой вопрос предыдущий коллега задавал. Такой вопрос. Вот Красному вы не ответили. Наталья, да? Вот вы не ответили на его вопрос, как вы Красному зданию собираетесь организовать подъезд Рански? Потому что, сейчас, секунду, договорю. Поймите, вот мужчина в белой рубахе, да, вот он говорит, что все просчитывается на компьютер. Если вы мне сейчас дадите указочку, я покажу архитектору, что приеду. Вот. У нас ответят сейчас на ваш вопрос. Александр Юрьевич, позвольте. Алло, нет, ну я говорю, ну нет. Алексей, позвольте, да, еще раз, да? На текущем масштабе, да, на экране сложно это отразить. В ролике это было представлено. К сожалению, да, коллеги не позволили все увидеть и услышать. Я вас приглашаю, вас конкретно приглашаю к себе в управление градо-регулирования Юго-Запада. По понедельникам и четверкам каждый день я вам до метра покажу, где будет парковочный карман, выделенная полоса для общественного транспорта, как она туда заедет и как она оттуда выйдет. Наталья, Наталья, вот такой вопрос. Смотрите, вот все, что вы показывали здесь на проекте, да? То есть вот можно сделать сейчас то же самое. То есть у нас бульвар Дмитрия Донского уменьшится на две полосы. Ну подождите, это так написано. С каждой стороны останется две полосы за счет карманов парковочных. Но ведь сейчас же на третьей полосе стоят эти маршрутки. Но если им сейчас от газончика, который сделать карманы, то у нас будет три с половиной полосы, понимаете? Это первое, это первое. Второе. Вот там, где у нас находится на гринае Донского Сбербан, это должен быть вообще дублер бульвара Дмитрия Донского. Так я изначально планировал. Вот. И машины, машины могли бы, организовав круговое движение, например, они заезжают вот там около пятерочки, ну между двумя парковками, а выезжая с грина, только правый поворот, и с грина на Донского. Дэнни, мы можем увеличить пропускную способность грина и Донского в разы. То есть мы люди, которые живем здесь десятки лет, нет, я имел в виду при том количестве транспорта, даже который есть сейчас. Господи, здорово. Спасибо вам огромное за конструктив, за действительно правильный конструктив. Нет, и еще, еще вопрос. Вот транспорт Бутова, Бутова, Северная Бутова, это район, ну так называемый, нетранзитный. То есть сюда транспорту надо откуда-то завернуть, кого-то забрать и обратно уехать. Но есть же вот действительно, как многие люди уже говорили, идеальное место между лесопарком и Аниной. Это две станции метро, да, то есть две станции метро, две двух разных линий. Это биться, в смысле железнодорожные биться, из которых хотят сейчас сделать вот этот московский кольцевой диаметр этот, да. Это же такие транспортные потоки. Там кейрауты закрываются, там вроде говорят, да. Там пустые места, да там просто все еще сделать подъезд к этой перекладывающей парковке, которая у Анина организована. Это, это будет, так сказать, ДПУ-фурор просто. Это, это вот, понимаете, МКАД в разные стороны. Хочешь по М2 ездить, хоть по М2, хоть по Варшавке, хоть в Бутовой заезжать, хоть в Ясене. Нет, это вот маленький, маленький дюанс, это вот что касается организации транспорта. А, и, кстати, южная вот эта вот дублера МКАДа от Солнцева до Видного, да. Еще больше. Она же через поляны к лесопарку по проекту должна транспорт привезти, понимаете. Господи, здорово. Алексей, спасибо огромное, низкий поклон. Еще раз. У станции метро Лесопарковая свой транспортно-пересадочный узел со своими параметрами. У метро Анина свой транспортно-пересадочный узел. Поверьте мне еще раз, эти транспортно-пересадочные узлы, они не на планете Марс, они на территории города Москвы. Они все 280, как, тем или иным образом между собой связаны. Они все просчитаны. На текущий момент невозможно взмахнуть волшебной палочкой, и чтобы в одномоменте все превратилось. Мы для этого и работаем. Конструктивное предложение. Я предлагаю вашу кандидатуру в инициативную группу конструктивно обсуждать технические параметры подъездных карманов и парковочных карманов на улице Академика Глушко и Дмитрия Донского. Поддержите меня, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста. А, он не житель, он не житель в нашей стране. Позвольте, Грин, у меня, собственно, какой вопрос. Позвольте. Адель, сходите, адель! Не подходите близко, потому что концы водятся колонки. Возможно сделать так для жителей, допустим, какое-то электронное голосование, чтобы каждый мог учесть свой интерес, допустим. Что конкретно, вот не все здесь собрались, не все люди. И чтобы каждый смог внести свои какие-то мнения, чтобы кто смог, пенсионеры, да, чтобы пенсионеры могли бы, например, мы бы смогли организовать что-то. И второй вопрос, у меня важный очень вопрос. Реально, у нас вот сейчас в стране все делается максимально так, чтобы все можно было сделать дистанционно. Почему мы не можем это сделать? Почему мы не можем до людей это донести? И потом, какие вы собираетесь вообще там строить? Что вы там, бассейн или что вы? Какие центры хотите строить там? Валю. По этому уже говорили. Спасибо за вопрос. Смотрите, по первому вопросу, что касается современных тематиков. 21 век на дворе. Значит, смотрите. У префектуры Юго-Западного округа, как подразделения, органы исполнительной власти, есть официальный сайт. На этом официальном сайте есть официальная электронная почта. И можно написать в течение недели сейчас обращение в, повторяю внимательно, окружную комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке в отношении публичных слушаний по транспортно-пересадочному узлу. Все эти онлайн-письма будут иметь равную юридическую силу для включения в итог протокол по результатам публичных слушаний. Электронные письма имеют точно такую же юридическую силу. Поэтому, если кто сюда ногами не дошел или дойти не может, есть возможность. Все материалы на том же сайте размещены. Все материалы со всеми пояснениями, со всеми параметрами. Можно спокойно ознакомиться, перечитать, пересмотреть и конструктивно оформить свои предложения. По результатам, смотрите, поясню по процедуре, чтобы не было каких-то, опять же, провокаций и нюансов. Семь дней после сегодняшнего собрания. После этого, в течение еще семи дней, все предложения рассматриваются, учитываются и оформляется протокол. Далее, в течение месяца работает окружная комиссия по подведению итогов по результатам публичных слушаний. И протокол, и заключение, в котором четко отфиксированы те выводы, которые сделала комиссия. Отмечено в численном и процентном выражении общее количество участников публичных слушаний на всех этапах и экспозиции, и собрания, и семи дней. На каждый дан конструктивный ответ, разъяснение, принято предложение или отклонено по тем или иным причинам, заключение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте. С этим можно ознакомиться, с этим можно найти свою фамилию, поэтому мы просили вас представляться, и свое конкретное предложение увидеть на него ответ. Я надеюсь, я достаточно подробно вам ответила. Спасибо! Пожалуйста, давайте дадим возможность задать кому-то еще вопрос. Включите, пожалуйста, микрофон. Раз, раз, да. Меня зовут Ягин Михайловна, проживаю по адресу Грина-12. У меня есть первый вопрос по поводу того, что вот сейчас прошел слух, что все переедут в Ягин-Ранин. Кто ехал когда-нибудь из области в Москву, знает, что такое пересадочный узел на Анино в данный момент. Это узкая улица, в которой стоят два автобуса, между которыми невозможно проехать автомобиль. Если вы сейчас в нашем районе создадите для этих автобусов комфортные условия, они приедут все сюда. То бишь, это увеличение количества народу колоссально. Куда их всех девать? Куда они будут идти? Вы в 6 утра или в 7 зайдите в метро просто на пульман Дмитрия Донского. Зайдите. Просто посмотрите, какое там количество народу. Просто я честно вам расскажу, что поезд приходится 3-4 поезда пропускать, чтобы зайти в вагон метро, чтобы поехать на учебу, на работу. Вы представляете, вот вы построите, какое количество народу. Кто-нибудь был когда-нибудь в 7 утра на Будинской аллее? Там до 30 метров стоит очередь в метро. Вы хотите сделать так, чтобы у нас было так же? Мы будем... Это только первое. Пожалуйста, будьте конструктивны. По поводу комфортных условий для пригородного транспорта. Я уже говорил ранее, что дополнительных маршрутов для пригородного транспорта у нас не предусмотрено. Тон пригородный транспорт, который сейчас осуществляет высадку, посадку пассажиров на территории ТПО Бульвара и Дмитрия Донского, вся маршрутная сеть останется в существующем положении. Мы не меняем остановки для пригорода. Мы не делаем категорические остановки пригородного транспорта на территории МФК. На этой остановке пригородный транспорт не будет останавливаться. Только на территории, вблизи метро, станция Бульвара Дмитрия Донского. На тех же самых остановках, на которые сегодня они делают остановки. Спасибо. Включите еще раз микрофон и еще один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос дополнительный уже к тому, что я задавал. Вопрос, ну, означает название ТПО. Если все останется точно так же. Почему, вопрос, это именно так и называется. Если все будет точно так же. Почему же, почему же это строят, во-первых? Зачем оно тогда нужно? Занимает у нас место. И почему оно занимает столько места? И занимает, и как бы нарушает комфорт и покой жителей моего района. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А можно... Давайте по порядку. Потому что, ну, если честно, мы работаем уже практически два часа. Физически тяжело. Опять же, у вас точно такого же рабочего дня. На вопрос, зачем, в ответ один. Потому что огромнейшее несколько тысяч официально оформленных заявлений, письменных обращений жителей Северного Мутова Устраните бардак и заброшенный котловат возле метро. Только для того, чтобы действительно организовать логическую, понятную, комфортную пересадку с городского автобуса в метро С цивилизованной, разлинейной, благоустроенной парковкой для, соответственно, жителей и тех, кто приезжает Полностью с большим профицитом для всех, кто будет в этом торговом центре работать и посещать его В том числе и бытовое обслуживание, и физкультурно-оздоровительный комплекс, который там внутри будет для вас И на текущий момент, опять же, именно комплексное благоустройство позволит убрать хаос и запретить Официально будет возможность запретить отстою пригорного транспорта Без утвержденной гранд-рагментации это невозможно Пожалуйста, ваш вопрос Включите, пожалуйста, микрофон, чтобы было возможно задать свой вопрос Пожалуйста Меня слышно? Да, сейчас вас слышно Моя фамилия Корнилов Я живу как раз напротив этого предполагаемого сооружения Я хочу внести конструктивное предложение Значит, заинтересованные лица, которые хотят сделать вот этот вот здравительный комплекс и прочие торговые центры, да Есть большое место как раз напротив этого, ну, густует оно же много лет Там были раньше церковые аттракционы А здесь, чтоб было, не более чем подъехать на церковые аттракционы Построить бассейн, построить коток Да, бассейн можно построить, коток построить Нормовые центры и другое место отнесут Спасибо большое Ваши пожелания Да Учитываются Подождите, минуточку Ваши пожелания Вы хотите вопрос? Уйдет пожелание такое Оставить только подземный парк И как здесь И сделать над этим парком Настоящий бульвар От начала до конца Спасибо, хорошо Попробуйте, для него возможности Закончить еще один вопрос Представьте, пожалуйста А, лучше представимся На эту сторону Включите, пожалуйста, еще Микрофончик Вот Вопрос, пожалуйста Моя фамилия Корнилов Корнилов Еще Можно вопрос задам? Юров Алексей Гринова, 17 Еще один вопрос Вот Правильно Человек говорит Если сделать парковку Ну вот, например Да Абсолютно как лаван Заврожцев В виде Сделать парковку Тем самым Зеленый бульвар Мы продли Ведь бульвар Это Называется улица Зелеными Зелеными Насаждениями Понимаете? Вот И тем самым Посмотрите Сейчас, секунду Секунду Вот этот вот как раз Перекресток Где этот Макдональдс Ну где вы собираетесь Все это строить Это же центр Бутова Зачем гнать Все в центр? Понимаете? У нас есть и на Грина Один котлован Там сто лет стоит Там тоже можно Построить что-то Но здесь в центр Понимаете? Вы же опять не ответили на вопрос Как машины Сюда будут подъезжать? Ну не Ну Улица Грина С двумя полосами Она мертвая Она не будет работать Бульвар Донского Он три полосы Поэтому Когда машины Поворачиваются С одного направления И кто-то под стрелку С другого Это хотя бы едет Но Грина Она мертвая Она не едет А подъехать в Кутову Можно только Или с Глушко Где светофор горит Там 15 секунд Или вот с Варшавки Где 15 секунд И опять же на Грина Но это мертвая Своя мертвая Спасибо большое Спасибо, господи Будете комментировать? Алексей Алексей Я правильно понимаю Что ваше предложение Это расширить улицу Грина? Нет А как? А как? А как? А как? А как? А как по вашему мнению Бороться с парковками На сегодняшний день Эта улица И в утреннее и вечернее время Заполнена машинами Правильно? Вот Почему она заполнена машинами? Потому что на сегодняшний день Бульвар Дмитрия Донского Значит Не обладает Необходимой пропускной Для этого Для этого Еще раз повторяю Мы делаем Отдельную Для общественного транспорта Мы предусматриваем Увеличение карманов Оптимизируем Движение Общественного транспорта Потому что Основной Потом Прома Создается Из общественного Спокойно Движение Если у нас отдельно Полоса Мы увеличим пропускную способность Бульвара Дмитрия Донского И по нашим расчетам Моделирование Это отразится на ситуации На улице Грина По поводу вопроса Как вы заедете На дуку Был вопрос Был вопрос Про пробки на Грина Я отвечаю конкретно на этот вопрос Да, пожалуйста Включите, пожалуйста Микрофон С этой стороны А можно здесь включить Микрофон Аля Тимур У вас Ну, не знаю Совершенно неправильная информация Бульвар Дмитрия Донского Он абсолютно Едет Всегда Едет абсолютно Внутри полосы Для Бутова Это отлично Вот Он абсолютно едущий Проблема в Грина В чем Здесь Существует Вот этот Перешеек Который Ну, где Сбербанк Находится, да? Вот здесь И все машины Пытаются выехать С двух сторон Вот еще раз говорю Я Я или кто-то Кто разбирается В ситуации Я вам нарисую Две Ну, два пункта И в Снегрино Поедет, понимаете? Донского Донского едет Но вас и приглашают В Диавров Нет, нет Это хорошо Но когда вы говорите Нет, но когда Уважаемые коллеги Вы Так это и отлично Ваши конструктивные Приножения Но сейчас Нет, я просто Меня вот интересует Меня даже Другое интересует Вот Тимур говорит Что информация Что Донского Не едет Ну, уважаемые коллеги Но ведь вы же Действительно Все же в компьютерах Он едет Едет Нет, ну вы сказали Что по вашей информации Он не едет Я не сказал Не едет Нет, вы сказали Улица Грина стоит Я сказал, что по унивещену Пропускной способность Бульвар Дмитранского Это не значит Что он не едет Ну, ну как вы ее увеличите Вы сузите Отвечаю повторно На этот вопрос У нас остается По три полосы Движения В каждую сторону Просто одна полоса У нас будет Под общественный транспорт Красные линии Если вы откроете Утверждаемую часть Мы не корректируем Красные линии Уличной дорожной сети Почему мы говорим Про сужение Уличной дорожной сети Оно будет незначительное На полметра Делать для чего Чтобы предусмотреть Дополнительные карманы Для общественного транспорта Чтобы общественный транспорт Не создавал помех Чтобы оптимизировать Движение общественного транспорта Не создавать пробки Около метро Которые будут Из ряда автобусов состоять Вот для чего Мы делаем эти карманы Поэтому У меня Следующее предложение Уважаемые зрители Если вас беспокоят Вообще Данные мероприятия По сужению Уличной дорожной сети Мы готовы предусмотреть Мы исключим Это мероприятие Мы уберем Из мероприятия Сужение Уличной дорожной сети Вот мое предложение Вы хотите Включите, пожалуйста Раз Раз Слышите Моя фамилия Сверчков Эдуар Вот Я слушаю У нас появится Взять Запретить Запретить Жителей выселить Автобусы не пускать Вот Но смотрите Здесь реально Специалисты Между прочим Документы рассчитывают Все подсчитывают Все смотрят Есть Дельные слова В этом Есть Давайте Вдумаемся Посмотрим А не будем свистеть Не будем кричать Есть Положительные элементы В том, что есть Давайте Делайте Приходите 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 За телефон Защит Приходите Буду Расследование Почему Делайте 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 Можно Здравствуйте Меня зовут Игорь Мамачун Бульвара Испит Рядом Снова Делайте Я хочу сказать Что наши чиновники Они всегда любят Подавать Обещания Но на самом деле Кто мешает Вам Обещать Решить Транспортную Проблему Вы видите Сколько машин Приезжих Находится В районе Которые Занимают Полосы И дают Движение Все дворы Переполнены Машинами Когда вы Построите Это все Их Еще Больше Будет Как Вы Решали Эту Проблему Она Нерешаемая А я Предлагаю Поставить Пост ДПС И дать Джителям Карточку А за Лик И пускать Вот и Все Спасибо Для Вопрос Для Для Чтобы Решать Транспортные Проблемы В составе Нашего Проекта Планировки Будет Утверждена Транспортная Схема Эта Транспортная Схема Будет Согласована Всеми Подведомственной Организацией Департамента Транспорта Мосбор Транс Центр Организации Дорожного Движения Посидал Как Наутрия Кир Эту Транспортную Схему Мы С вами Можем Продусмотреть Сеть Мероприятий Спасибо В чем Я Говорю Ранее Пожалуйста Вот Мужчина Да Вы Мужчина Включите Пожалуйста Микрофон Здравствуйте Александр Шаров Мирковский Север 39 Для начала Хотел Поблагодарить Организатора Данного Группы Я Я Я Как Воспользоваться Информацией На сайте Юго-Западного Административного Урага Мне написано Что Регистрация Начинается С 6 Часов Я Пришел Без 10 6 Сумел Я Зарегистрировался Только Полтора Часа Спустя И Не Только Я Один Поднимите Ура Пожалуйста Прошу Не Выключать Микрофон Поднимите Пожалуйста Вот Кто Ездил В метро За Последнюю Неделю Не Влезь Дура Пожалуйста Бульвар Дмитрия Донского Да Из Президиума Меньшинство К сожалению Поэтому Людей Президиум Уважаемых Коллег Все Таки Призываю Больше Прислушиваться К людям А не Отвечать На Элементарные Ну Элементарные Как бы Пожелания Как будто Вам Открыли Глаза Да Потому что Мы здесь Живем И эти Проблемы Видим Как Уже Было Сказано То что Вокруг Метро Не портуются Те Кто живет В Бутово Уже давно А портуются Те Кто Использует Метро Как пересадочный Пункт И чем больше Будет парковок Рядом с метро Тем больше Этот поток Будет Пересадиваться На метро Да То что Мужчина Белая рубашка Признался Что Проект Не согласован С развитием Дресадежащих улиц Но Зачем тогда Нужен этот проект Если он будет жить Отдельно От улиц Грина И прочих Да Спасибо Я не дохожу Пожалуйста Ремене очень мало Для правды Времени Давайте Дадим возможность Ответить на ваш Ваш вопрос Спасибо Я Как уже сказал Вначале Я полтора часа Потратил Чтобы зарегистрироваться Правильно Это не позволило Мне сразу Присоединиться К мероприятию А можно Поднять руку Кто вот отвечает За его проведение Кто отвечает Кто Но Все Все Но тогда можете Поднять руки Все Но все Отвечают Кто Все Так вот Я Своя рука Это заслужила Кто организовал Это все Сто Полтора часа Кстати Там две очереди Надо было зарегистрироваться В двух местах Кто не знает Полицей Отвечать его Отклонить И учить В разработку проекта Тех жителей Кто живет В районе И знает Проблемы района Поскольку Ответы показывают Что При Проектировании Мнение жителей Абсолютно не Учитывалось Потому что Все те проблемы Которые есть Они остаются А сверху Добавляется Еще больше Спасибо большое Спасибо большое Международчик И теперь Прошу Проголосовать Кто За такое предложение Отклонить Этот проект А я вам хочу Сегодня Напомнить Что Согласно Регламенту Проведения Собрания Участиков Публичных Слушаний Голосование Референдум Это не Убор Нет Никакое Голосование Не предусмотрено Вы будете Голосовать Вашими Голосами Которые Вы оставите И отнесете Где они будут Зарегистрированы В уголовной Камень Давайте Вас 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 Призывают К конструктивному Диалогу Для создания Инициативной Группы Был об этом Разговор Был Давайте Будем следовать Дальше Пожалуйста Мужчина Ваш Здравствуйте Вы подождите Вы говорили 5 минут Вместо Легон Немного Пожалуйста Включите Микрофон Белый Микрофон Включен Евгений Солюбовский Бульвар Дмитрий Новосков 8 Вопрос Первый Правильно Я понимаю Что Обсуждается Два проекта Первый Это именно О благоустройстве А второй Чистый Технический О Передаче Каких-то Прав Изменения Регламентов Правильно Правильно Внесение Изменения Соответственно Предложение Первое Я думаю Что Проекты По ТБУ И проекты По Вот этому Центру Который Должен Появиться На месте Котлована Они Слишком Сильно Различны И Затрагивают Разные Ну По большому Счету Аспекты Жизни района Я считаю Что Если Их Ставят На голосование Что Я надеюсь Все-таки В какой-то Момент Произойдет Не сейчас Возможно Пожалуйста Но В какой-то Момент Я считаю Голосование Должно Проести Потому Что Иначе Вы видите Сколько Недовольств Это Все Вызывает Вот Значит И еще Момент Никто Не говорил По-моему Сегодня По поводу Площадки Для учебной Езды Которая Находится Неподалеку От леса И Я Без вопросов Естественно Не говори И Которую Планируется Заменить На Еще Одну Морковку На мой Взгляд Я Ровно Год Назад На этой Площадке Обучался И Я считаю Что Не только На этой Площадке Я Еще Был В других Площадках Внутри Черным Кат Я считаю Что Из площадок Виденных Мною На территорию Юзау Она Одна Из Лучших В том Читле Видимо Потому Она старая Делалась По каким-то Старым Регламентам На ней Есть Очень Хорошая Эстакада Единственная Проблема Которой Как и площадки В целом Это Большой Износ Я считаю Что Если Мы Вот Эту Площадку Заменим На Еще Одну Парковку То Преимущество От Парковки Будет Несоизмеримо С Потери Вот Этой Самой Площадки Я считаю Что Площадку Имеет Смысл Скорее Отремонтировать Отреставрировать Чем Делать На ней Еще Одну Парковку Что Касается Котлована Очень Большое Недовольство Вызывает Я так Понимаю Что Жители Дома Соседнего Явно Особенно Недних Этажей Будут Недовольны Практически Любым Более Менее Высоким Строением Находящимся На месте Этого Котлована Если вам По техническим Необходимостям Нужна В этом месте Масса Эту массу Можно Получить Кучей Различных Способов И не обязательно Это будет Я думаю Именно Какое-то Высотное Здание Я думаю Что Этот момент Требует Более Широкого Детального Обсуждения И последнее Касательно Организации Тот факт Что Сегодня В этом Довольно Тесно Для данной Кублики Данного Количества Людей Сами Собралось Собственно Вот это Количество Людей И то Что Эти люди В основном Насколько Я понимаю Пришли Именно Узнав О данном Заседании По Сарафанному Радио А не Из официальных Источников Говорит О том Что Видимо У вас С точки Зрения Организации Получилось Все Не очень Хорошо Предлагаю Если Будут Еще Проводиться Дополнительные Слушания На что Я опять Таки Надеюсь Особенно В связи С Майскими То Провести Например Я все Таки Надеюсь На голосование Поэтому Предлагаю Какую-то Предварительную Регистрацию Чтобы Не было Вот этой Толбы Внизу Например Спасибо Регистрация Регистрация Ответ Дайте Ответ Значит Первое Первое Значит По Котловану Как Я Уже Говорил Ранее Если Проект Планировки Территорий Будет Отклонен На этом Месте Появится Административное Здание Высотой До 75 Метров Высотой До 75 Метров С подземной Парковкой На 300 Машин Места Если Жители Района Устраивают Данный Факт Поэтому Вы Подносите Ваши Предражения Я еще Раз Повторяю Я еще Раз Про Дополнительное Голосование Был Зачитан Уже Неоднократно Рекламент Что Публичное Слушание Нет Такой Процедуры Голосования Вся Информация Я вас Не перебивал Я же Вам Дал Высказать Я же Вас Не Передавайте Как Рамки Количе Соблюдать Вся Информация О Публичных Слушаниях Была Представлена В газете Районной Она Вышла За месяц Публичную Потому что Первая На сайте Управа Района На сайте Префектуры Округа Вся Информация Была То что Эта дата Вышла На 3 Мая Ну Существует Реклама Процедура Публичных Слушаний Это Долгая Процедура Она Занимает Примерно Три Месяца У нас Есть Публикация В газете Публикация На сайте И у нас Мы должны Четко Выдержать Сроки Экспозиция Была Проведена В рабочие Дни Она Не проводилась В выходные Проведочные Дни Информация Была Размещена В газете И этому Есть Дабы Зательство Мы Как Митрополитен Мы Как Митрополитен Не отвечаем За Рекламент Он Рекламент У нас Установлен Постановлением Правительства Москвы 1258 Советую Прочитать Его Там Вся Процедура Есть Я Ни В коем Случа Я Еще Раз Повторяю Я С этого Начал Сво Выступление Уважаемые Жители Вас Никто Не Ставит Перед Фактом Этот Проект Послушайте Меня Мы Проходим Процедуру Долгую Процедуру Согласования Проекта Планировки Этот Проект Планировки На Настоящее Время Согласовывается С жителями У вас Есть Возможность Дать Свои Предложения Замечания Отклонить Проект Или Поддержать Проект Дать Предложение По Строительству Объекта Дать Предложение По Автостанции Я вам Уже Сказал Никакой Автостанции Уважаемые Вас Вели Заблуждение Никакой Автостанции Никогда Ни в одном Проекте ТПУ Бульвар Дмитрия Донского Не было И не будет Это я Как разработчик И заказчик Соответственно Я отвечаю Главой Зачем Выделенная Полоса Еще нет Никогда Автостанции Дан Не было Уважаемые Часики Бюджетные Слушаем Мы Примысили Рекламу Но это сделано Это вынуждено Потому что Мы должны Вас услышать Ответить на Ваши вопросы На ключевые вопросы Ответы были Даны Средневный Срок Ваши пожелания И предложения Проекту Пожалуйста Подавайте Я хочу Передать микрофон Александру Сергеевичу Для того Чтобы Завершать Насставление Уважаемые Ждия Согласно Грендостроительному Кодексу 68 Я еще раз Вас предупреждаю Что это До 10 марта Вы можете Подавать Свои Замечания И предложения Можно это делать В электронном виде В письменном Вводе Писать Претектуру Управу Но Большое спасибо За участие Собрание Закрытое Собрание Собрание Участие Уважаемые Слышные Управы Планировки Территорий Транспорта Петеризаточного Узла Болгога 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 И проект Унесение Изменения Павел Закрытое Застройки Города Москва Отношение Территорий Болгога 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 Объявляется Болгога